МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрий вечір, шановні друзі. Моя сьогоднішня співрозмовниця не лише дачка найвидатнішого в історії світового сучасного хокею тренера, але й сама – видатний фахівець. Більш ніж вона чемпіонів Європи, світу та Олімпійських ігор з фігурного катання не підготував в світі ніхто. Сьогодні у нас в гостях великий тренер Тетяна Тарасова. Весь мир потрясла в своє время смерть Сергія Грінькова. Чего он умер? В расцвіті сил молодой парень. Он умер от неправильного диагноза врачей. У него закрылся сосуд сердца. Это была мгновенная смерть. Собралось на стенках. На льду? Прямо? На льду. В 28 лет вы стали самым молодым заслуженным тренером Советского Союза в истории Советского Союза. Да. Вы сказали однажды... А это была большая история. Вы сказали однажды, я знаю, как готовить чемпионов. Как? Работать надо. Уметь. Дело простое. Выходи, тренируй. Я с вашими украинцами, кстати, тоже работала. Я работала с Петренко, с Висей. Я делала ему первые много программ. И первые программы... Он, во всяком случае, меня за них благодарил. Которые еще не принесли ему медали. Но и потом и принесли первые медали. Но которые были очень сложные. Он сказал, что они поставили меня на ноги. Они во мне перевернули. Они были очень сложные для исполнения. Но это Спартак был. И потом я делала ему... Он первый раз, в общем-то, поднялся на пьедестал именно своей программой. Которые я приезжала и делала для них. С Галиной Яковлевной. Из Меевской. Да. И работала с вашими бронзовыми призерами Олимпийских игр. За год до Олимпийских игр я работала два года. С Леной и с Русланом Гончаровым. Грушина, да? Глена Грушина, да. Очень способный человек. И с Русланом Гончаровым. Ну, и дружу, конечно, со всеми нашими. У нас были очень хорошие тренеры. Это были... Я не говорю вас. Это вообще у нас. Все было вместе. И все было вместе. Школа советская. Советская школа. И она... Я не знаю. Мне кажется, что я даже родилась в Одессе. Потому что столько времени, сколько я провела в Одессе. У меня там настоящие друзья, которым я езжу всю жизнь. Теперь уже в Америку. И царство небесное. Бернард Марковичу Шуровецкому. Выдающемуся тренеру. Заслуженному тренеру по волейболу. Который создал в Одессе школу фигурного катания. Из этой школы вышли и Баюл, и... Петренко. И Витя Петренко. Да. И многие другие. И, кстати, Руслан, и Лена. Это все... Потому что был человек, и было дело. Вот. И собрал, пригласил туда тренеров. Он пригласил туда ту же Змеевскую. Там Копрова. Я подружилась с ними. Я вот... Уже его нет с нами. Я всегда езжу к его жене. Она моя ближайшая подруга. И она ко мне прилетала сюда на 60-летие. В Москву. То есть, я там тренировала и днем, и ночью. И самая лучшая своя программа готовила там. Я была счастлива в Одессе. Поэтому у вас были вообще очень хорошие тренеры. Я считаю, что вот Гали Горжевовская, за что бы она ни бралась, у нее, в общем-то, всегда получались. Потом как-то все это рухнуло. Она и чемпионкой Союза была в свое время. Гали. Я с одного стадиона. Со стадиона пионеров. Вот. И у одного тренера. Только я постарше немножко. Те, Анатольевна, специалисты, которые вас знают, говорят, что ваш талант имеет особое свойство. В нем преобладает порыв, а не логика. Отмечают полное отсутствие прагматизма. Это так? Ну, да. Скорее, да. Это вы считаете правильно, на ваш взгляд? Потому, что обычно логика, прагматизм, конспекты. Я чувствую так. Это интуиция, прежде всего? Ну, не во всем. Сейчас есть правила. И надо правила уважать. И понимать их. Но я очень часто чувствую, что надо делать для того, чтобы опередить время. Фигурное катание сегодня прогрессирует? Да. Есть еще куда? Есть, на мой взгляд. Вы знаете куда? Я думаю, что знаю. Я еще работаю. Я помогаю Лене Водорезовой. Вот ее девочка сейчас первая по юниорам в мире. Со следующего года может выступать только. Я помогаю. Я ставлю программы. Я слушаю музыку. Вот я уже начала слушать музыку для сборной на следующий год. То есть, я должна иметь большой набор музыки для того, чтобы... Я так считаю. Мне никто не определяет работу. Но я так считаю, что у меня должна быть очень хорошая музыка для того, чтобы я могла предложить ее. Если мне что-то не нравится в основной сборной, то я должна предложить, как я могу советовать, если у меня ничего нет в запасе. Поэтому моя работа началась на прошлой неделе. Она не заканчивается, она просто переходит в новый период. Весь период до апреля месяца я должна работать с музыкой. Я вас сейчас слушаю и понимаю, что вы абсолютно совершенно счастливый человек самодостаточный. Это правда? Ну, вот как-то надо. Какая редкость. Я впала в такую тоску по своей семье. Я уверена, что вот мама ушла от меня вместе с Галей. Остался один Леша, племянник. Ну, и мой муж, конечно, Вова Владимир Всеволодович Крайнев, который, кстати, хриковчанин. Да. Который, да, у вас всегда, он... Каждые два года проводятся конкурсы его имени, детские конкурсы. Эти имена разлетаются по всему миру. И на следующий год я собираюсь тоже туда поехать. Все, потому что очень много, очень много выдающихся ребят, да, которые потом выигрывают все многие конкурсы. И он этим тоже совершенно болен, и он педагог от Бога, и сидеть тоже, когда он там с ними занимается и слушать, это тоже одно удовольствие. Но я просто... Сегодня соперничество тренеров в фигурном катании выходит иногда за рамки, как выходило раньше? Что значит «выходит»? Мы можем разговаривать, мы можем... Я вот так, я могу, для того, чтобы мне было легче, я могу не разговаривать с кем-то. Если я со своим спортсменом, я могу не разговаривать, я могу проходить мимо. Да, но я всегда скажу «здрасте», ответит мне «нет, это не мой вопрос». Работа с судьями, я имею в виду. Ну, а я не работала с судьями. С прессой, к примеру. Я не люблю это. Я считаю, что всё после. Что до нельзя. Потому что пресса, она же никуда не денется, если ей будет интересно. А судей много зависит. Очень просила его. А они тоже никуда не денутся, если им есть что оценивать. Надо сделать так, чтобы тебя оценивали так, как ты работаешь. У нас там... У нас должно быть честно. Иначе нельзя работать тогда тренером, если верить. Если верить в эти махинации, нельзя работать тренером. Никогда первое место так не решается. Это может решаться пятое, четвёртое, какими-то махинациями. Никогда первое место не будет решаться с переговорами. Оно будет честное. Никогда нужно сделать так тренировочный процесс и так подготовить человека, чтобы он был заметно выше. В своё время мир фигурного катания взбудоражил уход к вам от Станислава Жука, Ирины Родниной и Александра Зайцева. Мне было 20 лет. Я брал интервью у Станислава Жука. И он был очень нервным тогда. Он был невостребованным. И он сказал, что уход Родниной и Зайцева к Тарасовой, я считаю, большой ошибкой. У неё Ира испортилась как человек. Что он имел в виду? И что это был за уход? Я не знаю. Со мной он не разговаривал. Я не знаю, чем я могла её испортить. Мне кажется, что я на неё влияла положительно. Две олимпийских медали золотых. Да, и четыре раза чемпиона мира и Европы ни с кем не соревновались. Во всяком случае, мне казалось, что я много для них сделала, для продолжения их жизни. Я сделала другое. Я работала с другой музыкой. Я работала с другими элементами. Но у них было много того, что от Стаса. Это нужно было брать. И это абсолютно нормально. И она фантастическая спортсменка. И главное, что я её не подвела. Я никогда не сделала программу хуже, чем она каталась. Сложный был жук-человек? Он был выдающийся человек. Выдающийся тренер или выдающийся человек? Это было всегда. Вы знаете, он был и человек тоже. Он ведь был абсолютным бессеребренником. Но он просто выпивающий человек. Это сложно. И оттуда все проблемы. Оттуда много проблем пошло. Но он, по-моему, вообще до 40 лет вообще не пил. Вообще не знал, что это такое. Он человек помешанный на фигурном катании. Я очень его уважаю. Я к его работе отношусь с большим пиететом. Я вообще уважаю всех тренеров. У нас очень тяжёлый труд. У нас труд настоящий. У нас с утра и до ночи. У нас никто за нас ничего не сделает. Поэтому я и раньше об этом рассуждала. Что никакая партия, никакое правительство не сделает за тебя программу. Она не сделает за тебя работу. Оно не научит его делать так. Оно не научит тому, чему ты должен научить. Или то, что ты должен научить. Ты должен работать. Папа сказал, как ты догонишь жука с Чайковской, если ты по 8 часов только будешь работать. Они сами по 8 работают. Да ты кто такая пришла? Ты должна по 12. Я вкалывала. Но это всё в удовольствии. Когда-то в удовольствии, когда-то нет. Но от этого нельзя отходить. Нужно и дисциплину держать, и любить. Не потому что их нужно любить. Ты просто их любишь. Ты живёшь их жизнью. А они живут твои. Поэтому ты свои победы. А ты их не отделяешь. Поэтому ты им очень благодарен за то, что они доверили тебе. А они благодарны тебе за то, что ты их туда вывел. И это совместное творчество и совместная работа. Я знаю, что вы не любите, когда вас называют великим тренером. Как-то понимаете, великий Пушкин. Понятно. Папа мой великий тренер. Вы сказали, меня хвалят нечасто. Я не избалована. До сих пор нечасто хвалят? Нет, нечасто нет. И не хочется, чтобы похвалили? Вы знаете... Самодостаточность. Я не работаю за то, чтобы меня похвалили. Вот всё, что я умею, я этому отдаю. И я счастлива, что кто-то это берёт. Кому-то это ещё нужно. Вот и всё. Каким должен быть тренер, на ваш взгляд? Я не умею. Я, к сожалению, не знаю другой дороги. Я знаю дорогу только одну, на каток. И это не печалит меня. Ну, я знаю дорогу в театр, понятно. Но вообще я знаю дорогу только мне там... Я вот не знаю, вот сейчас, например, все ездят на зимний отдых. Я никогда не была. А я даже не знаю, если я поеду, что я там буду делать. Хотя мне и надо бы поехать. Посмотреть, как оно бывает. Ну, посмотреть. Просто какие-то уже, понимаете... Ну, может быть, даже полечиться. Но я как-то не пойму, как это делать. И это для меня это нормально. Вам бортик потрогать хочется? Да. И слава богу. Каким, на ваш взгляд, должен быть тренер настоящий? Кем он должен быть? Деспотом, тираном, психологом, другом? Он должен быть всем. Кем вы сказали? И деспотом, и тираном в том числе. Обязательно. Потому что им кажется, что мы их заставляем, а мы в них просто видим больше, чем они могут. А для того, чтобы это вытащить и чтобы это открыть, нужно заставить. Нужно заставить это сделать. Нужно заставить. Мы же работаем для высших достижений. Спорт высших достижений – это не для всех глаз. Нельзя смотреть каждую тренировку. У нас тяжелый труд. Разный, разнообразный. Нужно быть и психологом, и автором программы, и автором музыки, и техником, и всем, и помощником, и матерью, и врачом, и всем. Должен уметь это делать все. Ты не можешь быть спокоен 365 дней в году, 24 часа в сутки, столько лет, сколько ты с ними работаешь. Ты не можешь без этого, ты не можешь это выпустить. Потому что что-то случится. О вашем непростом характере ходят легенды. Вы в папу характером? Я даже не знаю, почему у меня непростой характер. У меня просто прямой характер. Я, конечно, не сдерживаюсь. Я могу сказать. Но я... Если я обижу человека, я могу извиниться сразу. Я это сразу чувствую. Но, в принципе, я абсолютно... Да, я не люблю лень в работе тренерской. Я, может быть, понимаю что-то по-другому. Но я не люблю связываться с администрацией. Мне кажется, что я не люблю сидеть на собраниях. Меня уж никто туда и не зовет. Потому что нельзя тренера отрывать от борта. Или от катка, если он катается еще на коньках. Это другая работа. И надо это очень хорошо понимать. Потому что функционеров очень много. А тренеров очень мало. И поэтому я всегда в конфликте. Это правда, что одному ученику вы однажды дали оплеуху? Ну, не одному. Ого. Да? Ну, бывало. За что? За высшеперечивание? За вранье. Да. За вранье. За какую-нибудь подлость. А еще можно таким образом, когда ты чувствуешь, что секунда уходит, что сейчас, то на так можно привести, к сожалению, человека в нормальное состояние. Это все очень индивидуально. Это очень редко. Потому что потом на тебе висит этот груз. Ты все равно не мать, чтобы дать чужому ребенку по роже. Но иногда это требуется, потому что они закидываются и могут натворить чудеса. Вы у меня все больше вызываете восхищение, я вам честно скажу. Ну, ничего. Это правда, что вы однажды подрались из-за учеников? Ну, не раз. Это святое. С кем дрались? Не буду уж об этом рассказывать. С судьями или с коллегами? Нет, судьями я никогда не могу требовать от судей то, что они делают. Я их могу заставить только своим трудом поставить то, что заслуживают мои ученики. Но с коллегами и тренерами дрались? Нет. Нет, с функционерами, да. До крови доходило? Ну, нет. Так рубашку. Десять лет вы жили в Соединенных Штатах Америки. Когда уже, знаете, вот нечем крылить, аргументов нет, вот, конечно. Когда уже такая чудовищная какая-нибудь несправедливость. Понимаете? Вот несправедливость страшная. Необостренное это чувство. А я думал, вы хрупкая женщина. Наверное, они так тоже думали. Десять лет вы жили в Соединенных Штатах Америки. Чем вы там занимались? Я работала для побед своих учеников на Олимпийских играх. За эти десять лет было подготовлено три олимпийских чемпиона. Кулик, Грищук Плата и Ягудин. Немало. Ваш отец был патриотом Советского Союза. Советской не системы, будем говорить, советского образа жизни, может так. Я обеспечивала, работая там, жизнь себе, своим ученикам. И здесь, в эти тяжелые девяностые, по-моему, никто не заботился и даже не платил зарплату. Потому, что они никому не были нужны. Нет, и просто даже не платили зарплату. Так что эти три медали достались даром. Что бы сказал отец, который был, в общем-то, приверженец и патриот, опять-таки, советской системы. Что бы он сказал, если бы он узнал, что его любимая Таня десять лет живет в Соединенных Штатах Америки. Ну, Галя была любимая. Ну, мы обе, да. Что бы он сказал, на ваш взгляд, если бы узнал это? Он уже тоже жил в другой стране. И если бы ему было немножко поменьше лет, и если бы ему не унесли смертельную инфекцию... Внесли? Да, ему внесли в 67-й больницу смертельную инфекцию. Он погиб от рук врачей. Боже, кошмар. Потому, что ему занесли синегнойный сепсис. У него уже стоял чемодан собранный. Поэтому... Он в Канаду должен был ехать? Нет, он должен был ехать на чемпионат мира. Вот. Поэтому он еще востребован был бы до сих пор. 25 лет. Вы замужем за выдающимся музыкантом? Больше я замужем за ним 33 года. 33 года. За выдающимся музыкантом мирового класса Владимиром Крайневым. А это правда, что мужа вам нагадала гадалка? Да. Как это произошло? Ну, так нагадала и все. Нагадала утром. Поехали. Я не собиралась гадать. Я никогда не гадаю. Поехали мы с подругами. Она тоже потом говорит, давай я посмотрю. Она сказала сразу, я говорю, я не хочу, я не люблю это. Она говорит, нет, посмотри, как у тебя интересно. Так карты раскинула. Интересно у тебя, говорит, ты прямо на этой неделе познакомишь с человеком, с которым ты выйдешь замуж. Замуж сразу за него, говорит, выходи. Он тебя очень хорошо понимает, за ним будешь, как за каменной стеной. У него профессия такая, говорит, интересная. Бабушка такая, беленькая платочки. И пляжет по этой на одной ножке, вроде как артист, но не тот, который в кино снимается. Какой-то другой. И мы прямо оттуда едем к Женьке Фраткиной. Утром позавтракать, доработать. Дочка Фраткиной. Мы очень дружили, и она жила в центре у него. Мы прямо едем, а там Вова сидит, маму встречает, самолет не прилетел. Вот мы и познакомились. А почему на одной ножке, что она имела в виду? Не знаю почему. Сказала, что роста будет маленького, не смотри на рост. Замуж выходи сразу. Жить будешь с ним долго. Не обманула? Нет. Не обманула. Мы как бы люди одной крови. Нам не надо ничего друг другу объяснять. Мы понимаем. Он тоже очень честный человек. Но меньше приспособленный к жизни, чем я. Какую музыку вы любите? Разную. Ну, он способствовал вашим вкусам? Он способствовал не всему. Конечно, я очень много с ним слушала классики. Я вообще, так сказать, для него как бы любила это. Но то, что я слышала, я слышала очень много. Я слышала, я с ним ездила, ходила. Я видела репетиции Моровинского, с которым он играл. Я была у Саши, я была всегда на гастролях с Димой Китаенко. Я была у Евгения Федоровича Светланова, который не выгонял меня из зала, понимаете, благодаря тому, что я жена Вовы. И, конечно, я очень много была и есть на концертах в консерватории, в филармонии. Я проехала тоже с ним по всем лучшим площадкам мира, где он играл с разными оркестрами. И, конечно, спектр моих знаний, конечно, он как бы расширился. Но я все равно подбираю музыку себе сама. Когда у меня был театр, он мне написал, что я должна в первые 10 лет поставить. И я это все выполнила. Вот, поставил. Но так как я потом, я же должна была как-то развиваться и в другом направлении, да, в современном, все еще слушать, что-то себе брать, да, в голову, совершенно другое. Потому что у нас все-таки, у нас все-таки 20 тысяч сидит, 20-тысячники, значит, у нас то, что он не слушает там всякие симфоджазы и там то, все, пятые, десятые. Я еще другую музыку должна слушать. Я должна слушать разные обработки. Я должна быть в курсе дела новых каких-то направлений, да. У меня есть человек, который меня в этом смысле просвещает. И я очень ему благодарна за это, который приносит мне, ну, я слушаю, да. Ну, я, в общем-то, много занимаюсь музыкой. И все друзья Вовины, они музыканты. И какие музыканты? Да, и, конечно, я бываю на всех концернах, которые в Москве очень много. И, конечно, я хожу, и раньше на Евгения Федоровича хотела, и теперь хожу на Спивакова, на Владимира Театруча. Ну, бываю, в общем, на очень многих концертах. Здесь Валера Гергиев, он как бы первый, он начинал, так сказать, из нашего дома. Вот, поэтому, конечно, такая... Я видела, как они репетируют Женя и Нестеренко. Да, и слышал это, и весь подъезд наш слушает. Бас такой, да? Потом, да, он записал всего Моцарта с Саулюсом, с Сандескисом. Они ездили по всей стране. Дережев. Да, и поэтому, конечно... Ну, живя с таким человеком, надо быть полной идиоткой, чтобы вообще ничего не услышать. Не впитать, да? Да, да, да. Это человек абсолютно, Вова, он энциклопедических знаний. Он же родился... Знаю, как он на такой тупице женился. Он же родился 1 апреля. Апрель, да. Как у него чувство юмора? Отлично. Полный порядок. Полный порядок у него с чувством юмора. У вас в скромной трехкомнатной квартире, я знаю, перебывал весь свет российской интеллигенции. Да. Кто вот так, навскидку? Ну, никто. Вот все я сказала, что... Володя Спиваков, и Саулюс Сандескис, и Миша Жванецкий, который читал всегда у нас дома. Это было первое чтение, когда он приезжал из Одессы, да, со своим портфелем. И то, что он писал там, он у нас читал дома, да? На вас опробовал. Я с ним очень дружила, и знала его маму, и ходила к нему в гости. Вот, да много очень известных и близких всю жизнь людей. И Галин Борисовна, Волч Галя, и Марина Ньелова, и все мои подруги. Татьяна Анатольевна, я знаю, что вашу дачу на Николиной горе подожгли, и она сгорела. Как это произошло? Ну, вот подожгли. Почему подошли? Специально? Я не знаю, я ни разу не следователь. Подожгли, и она сгорела. Сильно вы переживали из-за этого? Нет. Это же не самое главное. Что есть у человека дача. Хотя это было все, что вообще у меня было. У нас было слово. Но ничего. Вы очень любите готовить? Люблю. Что вам удается? У меня учила моя подруга Зина в Одессе готовить битки. Так, понятно. Зина из Одессы. Скажите. Зинаида Эльевна, да. Жена Бернарда Марковича Шуровецкого. Одно время говорили, что вы похудели на 33 килограмма. Это правда или нет? Это давно было, а сейчас я похудела чуть-чуть больше, чем на 33. Как удалось похудеть на 33? Есть такая Маргарита Королева. Я решила, что я должна еще немножечко пожить и почувствовать себя легче. Я хочу еще работать. И вот для этого я год уже собой занимаюсь. У вас огромная коллекция плюшевых. У меня еще впереди. Я думаю, что я должна еще похудеть. Я еще должна себя привести в порядок. Еще 12 килограмм. Я так думаю. У вас огромная коллекция плюшевых, фарфоровых и стеклянных черепашек. Причем их количество... Разных. Это вообще... Сотнями измеряется. Да, да, да. Очень красиво. А почему черепашки? Юра... Мне сначала подарил тренер по-немецки. Когда я стала работать, мне было 20 лет, он мне подарил на счастье. Сказал, что я мудрая, что я никуда не ушла, стала работать. А потом мне Юра Овчинников подарил вторую черепаху, когда мы были на Олимпийских играх. И вот так у меня начало... Их было уже две. А потом кто-то подарил третью. И так, в общем, как-то пошли черепахи. Вы были представителем жюри конкурсов на Первом канале «Ледниковые периоды» и «Звезды на льду». Я очень благодарна Первому каналу за то, что они мне дали эту потрясающую работу. За то, что они дали работу всем спортсменам, которые закончили Олимпийские игры. За то, что они показали наше дело. За то, что они развивали наши таланты. Наших выдающихся спортсменов. За то, что они их жизнь сделали фантастически интересной. За то, что они показали... Популяризировали фигурные таланты. Да. За то, что в наш вид пошло тысячи людей. Тысячи родителей привели детей. За то, что там была совершенная правда. И то, что вы видели, это не снималось никогда по два раза. Это снималось так, как оно есть. И за то, что они меня выбрали и пригласили, я тоже была очень востребована. И могу сказать, что вот такая любовь народа, которую я чувствую на себе. И всегда ко мне подходят люди. И я всегда буду стоять и расписываться, давать автографы часами. Я за это тоже благодарна очень первому каналу. За то, что они мне доверили. И я тоже как-то совершенствовалась. Книга, которую вы написали, называется «Красавица и чудовище». Да. Кто красавица, кто чудовище? Я красавица. Кто чудовище? Лед. Ваши успехи, наиболее грандиозные успехи пришлись на время Советского Союза. Это не имеет значения. Не имеет абсолютно. Потому, что у нас всегда был частный бизнес. Вот я вам уже рассказывала, у нас всегда был частный бизнес. Я должна была, мы должны были делать. Я так всегда чувствовала. Потому, что никто за меня ничего не сделает. И никто за меня ничего не решит. И никто мне ничего не подарит. Поэтому мы работали, как в частном деле, это были наши ученики. Мы были их тренеры. Мы были одна компания. Если мы работали хорошо, нам давали видеомагнитофон. Нам давали массажиста. Нам давали врача. У нас были очень хорошие условия. Мы, кстати, к этому. У нас было много очень хорошего. Так же, как и в Центральной музыкальной школе. Так же, как и в хореографическом училище Большого театра. У нас совершенно не было блатовства. Мы выбирали из тех, которые приходили. Детей не из тех, которые могут платить. А мы выбирали. Моя подруга стала балериной Большого театра. Она в Мариной роще жила. И она жила в землянке. И педагог у нее потом была Марина Тимофеевна Семенова. Великая балерина. Великая балерина. Вот и мама ей дала 10 копеек. Она поехала и поступила в Большой театр. Это нехорош был Советский Союз. Вот это такая была судьба. Поэтому я рассматривала это всегда, как вот это мое дело. И меня остальное больше вообще мало что интересовало. Единственное, конечно, что я рада, что я дожила до того, что мы живем в такой, в общем, ну, какой-то, мне кажется, ну, какое-то такое время. Что-то ушло ужасное, страх ужасный, который нас сковывал. И мы должны были ходить пятерками, никуда не выходить из состава. Мы можем спокойно передвигаться. Что-то ужасное, наоборот, пришло в нашу жизнь. И кошмарное. Но я рада, что я живу и занимаюсь своим любимым делом. И могу заниматься здесь, могу и заниматься там. Вам бы хотелось чисто... Поэтому от того, что я могу, мне делается приятно. Мне... Вам бы хотелось чисто гипотетически, чтобы отец захватил немножко вот это время? Мне хотелось. Вы думали об этом? Да, конечно, я думала об этом. Потому что, когда ему было плохо, он сказал, что почему-то мне не сказало, чтобы я уехал тренировать Нью-Йорк Рейнджерс. Я говорю, папа, разве я могла тебе что-то сказать? Ты меня называла антисавитчицей. Ну, потому что мы читали другие книги уже, и Галиму подсовывала все время. Вот его... Ну, потом он... Конечно... Кто же здесь хотел умереть от синегнойного сепсиса? Профессионалы, они везде всегда ценились. Но сейчас они нам очень нужны, потому что вообще профессионалов сейчас очень мало. Людей, которые за свою профессию могут... Жизнью буквально что-то раз, с которой вот хватают на лету, и которые погружены в свою профессию. Татьяна Анатольевна, хотя вы не любите, что когда вам говорят великие, я хочу поблагодарить вас за это интервью. Великие только не говорите. Это я говорю великого тренера. Хочу поблагодарить вас за ваши очень красивые глаза. Я вот все интервью сегодня смотрел ваши глаза. Глаза в папу. Красивые, красивые глаза, черт побери. Умные, мудрые. Спасибо вам за то, что вы есть. И побольше вам еще... Я такая, какая я есть. И это здорово. И побольше вам еще олимпийских чемпионов. Я думаю, это не финиш далеко. Я надеюсь. Спасибо вам. Спасибо вам. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях была найтитулованнейшая в истории фигурного катания тренер Тетяна Тарасова. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»